О чем должен знать каждый автолюбитель? За 150 лет автомобили стали верными помощниками человека. Сложные механизмы в руках профессионалов работают исправно. Но одна маленькая деталь может стать причиной больших проблем. Где штампуют контрафактные запчасти? И какими путями они попадают в торговые точки? На кого рассчитан товар сомнительного качества? И можно ли остановить поток контрафакта? На эту тему специальный репортаж Султана Зиганова. Летом москвич Роман Федосов предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте. Мотоцикл намного удобнее в условиях городского трафика. Но для дальних поездок мужчина использует свой мощный кроссовер. Этот автомобиль без преувеличения можно назвать гордостью немецкого автопрома. И несмотря на то, что Роман уже не первый его владелец, мотор машины работает как часы. Все детали под капотом исключительно оригинальные. Я считаю себя вообще гуру по покупке запасных частей. Я много чего делаю на этой машине сам. И в данном случае как-то пришлось мне срочно поменять масло в коробке. Роман уже 20 лет увлекается автомобилями. Консультирует других автолюбителей, с которыми переписывается на интернет-форумах. Но все равно обманулся при закупке необходимой детали на известном агрегаторе. При том, что название магазина, цена и, собственно, сам товар не вызывали подозрений. Проблемы начались после установки масляного поддона автоматической коробки передач. Через какое-то время я начал понимать, что у меня коробка работает вообще не так, как она должна работать. Тогда Роман решил обратиться в автосервис. Профессионалы точно знали, где искать проблему. После осмотра коробки передач вердикт был неутешительный. Магнит на совсем новые детали пришел в негодность, поскольку он оказался контрафактным. Что, кстати, выдает ошибка в написании стороны производителя. Через какое-то время, буквально даже через 10 километров, через километров, через 100 километров, вон, подтекают, вот, через эти вот платительные кольца. Интернет-агрегатор, на котором Роман и подобрал себе запчасти, это большая виртуальная площадка с тысячами предложений и адресами реальных магазинов. Здесь можно приобрести любую необходимую деталь и сделать предзаказ. Контроль качества осуществляют сами клиенты в мониторе отзывы. Негативных комментариев хватает. Не оригинал под видом оригинала. Но даже такая система народного контроля не идеальна. Ведь на деле за внешней оболочкой интернет-магазина скрывается самый обычный рынок. Новичка сбивает с толку привлекательная реклама и низкие цены. На рекомендации недовольных клиентов он просто не обращает внимания. Кунцевский авторынок, пожалуй, одно из немногих мест в Москве, где есть все. Говорят, здесь даже автомобиль можно собрать практически с нуля. Так вот, в этих павильонах продают детали для самых разных марок. Правда, неопытному человеку запросто могут подсунуть контрафакт под видом оригинала. Стоит понимать, что Кунцевский рынок — это народное название. Оно объединяет в себе ряд крупных комплексов, которые сдают павильоны в аренду. Тут действуют свои особые правила торговли. Вот что пишут о них в сети. 80% магазинов в Кунцево не имеют товаров и запчастей в наличии, которые на языке местных менеджеров надо всадить покупателю. Тут вступает в дело бегун, человек, в обязанности которого входит оббегание близлежащих павильонов для закупки необходимых вам автозапчастей и аксессуаров, но уже по совершенно другой цене. Потому не странно, что система безопасности здесь тоже особенная. Например, работать в съемочной группе на территории рынка непросто. Ну нельзя, это частная территория. Но мы продолжаем прогулку. В одной из торговых точек на стеллажах разложены запчасти. Мы назвали оригинальный номер нужной детали продавцу. Товар оказался в наличии. Так, сверху оплачиваю, потом даю. Я сейчас все принесу. Продавец отошла в соседнее помещение. Видимо, там располагается склад. Вернулась через пять минут с картонной коробкой. Наш специалист Рамиль Рзаев на месте осмотрел масляный поддон по цене оригинала – 4100 рублей. Качество тут же вызвало сомнения. Но оригинальный чуть-чуть по-другому должно быть. Они абсолютно для, да? Все сомнения отпали при сравнении купленной детали с оригинальной. Отличалось все – от зубчиков на крышке коробки до комплектующих деталей. Стикер и вовсе от другого производителя. Очень важный момент. На подделках здесь у нас стоит наклейка. На оригинальном поддоне такой наклейки не должно быть. Это лишь явные признаки, и продавцу об этом должно быть доподлинно известно. Даже на странице магазина можно найти массу негативных отзывов. Но к детальному разбору девушка в легком розовом платье была не готова. А вы можете предоставить сертификат, подтверждающий, что эта продукция является оригинальной? Документов, естественно, никто не предоставил. Магазин закрылся на неопределенное время. Но это не помешало купить подозрительную деталь в другой торговой точке. С этим экземпляром мы направились уже к официальному дилеру. Представитель фирмы подтвердил, что это явный контрафакт. И наглядно объяснил, чем грозит использование некачественного масляного фильтра для коробки передач. Фильтрующий элемент закреплен недостаточно хорошо. Изготовлен неизвестно из какого материала. И грозит тем, что просто его всосет в саму коробку под давлением. А стоимость такого ремонта варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Это на иномарках. Что касается моделей отечественного автопрома, не стоит считать их защищенными от атак пиратов. Производители контрафакта, нацеленного на лиховушки, сделанные в России, берут массовостью. Приобрести подделку для любой модели автоваза можно и в интернете, и на рынке. Даже не догадываясь, что сделка обернется серьезными проблемами. Наши коллеги из программы расследования Эдуарда Петрова рассказывали, как в Самарской области, что называется, под боком у автогиганта развернулось масштабное серое производство. Контрафактные детали изготавливают в гаражах. Близость автоваза к кустарным мастерским сказывается. Порой в официальном и неофициальном процессе задействованы одни и те же мастера. Левые запчасти специалисты изготавливают в нерабочее время. Используют похожие технологии. Имеют доступ к конвейеру, иногда до миллиметра копируют даже клейма. Правда, в таком копировании производства все же есть мелочи, соблюсти которые нелегалам не удается. И по сути, завод «Призрак», расположившийся в тени автогиганта, штампует иногда билеты на тот свет. Ведь выход из строя даже незначительной детали сложного механизма неизбежно приведет к цепочке неполадок и даже к аварии. Но эти билеты с готовностью покупают сначала коммерсанты, а затем и рядовые потребители. Причем часто подделка попадает в проверенные торговые точки под видом оригинала. Такая подмена может случиться, например, во время трафика. Злоумышленники, используя складские помещения в городе Тольятти, при помощи специального оборудования носили на контрафактные запчасти гравировку с товарным знаком известной марки. После чего реализовывали данную продукцию на территории города Москвы и Самарской области как оригинальную. Наши коллеги из расследования Эдуарда Петрова подсчитали. Рынок автодеталей в России оценивается в 1 триллион рублей. Доля поддельных автозапчастей – 200 миллиардов. Нелегальному изготовителю можно предъявить только за использование товарного знака. В других случаях производство и продажа автомобильных запчастей никак не контролируется, считают эксперты. Мастер поставил автозапчасти. Если что-то произошло, человек обращается в автосервис, автосервис ссылается на того, кто ему продал, где он купил эти запчасти. Затем тот, кто ему продал, ссылается на изготовителя. Изготовителя найти не очень просто. Кто не понесет ответственность, мы не понимаем. Роман Федосов уже заменил поддельный масляный поддон на оригинальный. Больших убытков ему удалось избежать. Коробка передач на его кроссовере работает теперь исправно. Но отныне он внимательно следит за маркировками и надписями на деталях сомнительного происхождения. Да и вообще предпочитает обращаться лишь к официальному дилеру. Во всяком случае, пока это единственный способ хоть как-то избежать подвоха. Султан Зиганов, Антон Мусикян, Сергей Новиков. Вести. Дежурная часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова